привет мои хорошие сегодня будет небольшое видео вопросы ответы как обычно так один из вопросиков спросила мне марина здравствуйте фатима расскажите пожалуйста об аптеках цены одинаковые одинаковые или во всех аптеках спасибо большое мариночка цены не одинаковые во всех аптеках но такой сильной разницы я не замечала в из мире кстати здесь что самое интересное я не знаю это по всей турции так или только возьмем но субботу после обеда ну ближе к четырем пяти часам наверное уже сложно найти открытую аптеку воскресенье же вы вообще не найдете открытых аптек воскресенье сяптики закрыты бывает только дежурная аптека и дежурная аптека знаете не как например у нас нас в дагестане например было дежурная аптека всегда вот стоит вот на улице акушинского дежурная аптека вот она каждый день дежурная как бы 24 часа сутки работать здесь не так нет здесь каждое воскресенье дежурная аптека разная поэтому если вам нужно какое-то лекарство воскресенье это и дежурная аптека окажется в другом конце города и очень-то вам повезло вот что сказать а по поводу лекарств например а вот вчера например мужа не покупал препараты как покупал они достались бесплатно почему бесплатно я веду к доктору на прием оплачиваю прием могу оплатить могу не оплатить смотря кому еду если до государственной больнице не оплачиваю потому что мне страховка по замужеству если иду в коммерческую то оплачиваю какой-то процент или оплачиваю полностью потому что именно в этой коммерческой клинике страховка не работает разные бывает вот я ходила в ту где моя страховка какую-то часть перекрывает покрывает точнее и вот осматривает меня доктор выписывает мне препараты которым не нужно дает рецепт и его с этим рецептом мой муж идет в аптеку все препараты которые там написаны мы получаем бесплатно почему так потому что страховка покрывает вот эти вот все расходы бывают некоторые препараты которые страховка не покрывает вообще бывает некоторые препараты которые страху страховка покрывает какую-то часть здесь вот такая вот особенность почему вот этот вот препарат покрывает страховка вот этот нет я не могу сказать вот так вот какие-то препараты я получаю совершенно бесплатно какие-то какую-то стоимость какую-то какой-то процент стоимости оплачиваю какие-то вообще по полной покупаем вот так ответила в роте дальше привет смотрю тебя три дня подряд случайно наткнулась я правильно поняла ты носишь линзы для красоты и для зрения умываешь только прохладной водой а лицо вообще никогда не распариваешься заранее спасибо за ответ имя непонятно поэтому не знаю кому обращаться линзы я ношу но последнее время редко светлого цвета я ношу линзы это просто для красоты линзы они не для зрения со зрением у меня все в порядке вижу я прекрасно что еще умываешься только прохладной водой нет я не умываюсь прохладной водой я стараюсь умываться прохладной водой а так почему у меня нос чешется я снимаю второе видео и вот второе видео у меня прям чешется нос я стараюсь умываться знаете не прохладной а чаще всего умывать не прохладно такой вот комнатной температуры водой горячей водой я не умываюсь лицо вообще никогда не распариваешь очень редко очень очень редко где-то в молодые годы я распаривал что-то пыталась выковыривать на лице но зачем я это делаю я не знаю мне выковыривает и нечего вот все ответила быстро быстренько ответила на ваш вопрос здравствуйте фатима очень интеллигентная приятнейшая девушка огромное спасибо за то что вы есть хотима скажите пожалуйста заметил вас сильную отдышку когда поднимаетесь и гору по дороге к свекрови не создается впечатление что вы курите и второе периодически сильная отечница под глазами это связано с аллергией вопрос про отдышку я не поняла скажите пожалуйста заметил вас сильную отдышку когда поднимаетесь в гору но не создается впечатление что вы курите не знаю ответить на этот вопрос но наверно у всех людей когда в гору поднимать бывает отдышка но курить я точно не курю вы правильно поняли и периодически сильная отечница под глазами это связано с аллергией нет у меня никакой аллергии нет у меня была аллергия буквально месяца два назад наверное по моему да почти два месяца назад отечность под глазами у меня всю жизнь и сколько я себя помню особенно под вот этим глазом у меня больше под этим меньше всю жизнь с детства у меня а вот эти мешки вот здесь мешки это у меня я не знаю наследственная от кого передалась я не знаю но вот так вот я родилась вот с такими вот глазами это не со временем приобретено это не от косметики с алиэкспресс это не из-за того что я неправильно ухаживаю за своим лицом не из-за этого всего у меня всегда это было так идем дальше так диора спрашивает у меня я тоже вышла замуж на турка живем уже два года но свекровь не дает мне покоя каждый день ссоры я ничего не нравится она и муж не разрешает мне выйти из дома даже к соседям не нельзя может а хороший но она ненавидит меня я ему сказала давай отдельно жить снимать квартиру что не могу а он тянет и тянет что вы посоветуете ну солнышко ты уже сама ответила на свой же вопрос вам нужно просто жить отдельно потому что живя в одной квартире со свекровью которая но я не думаю что она вас прям ненавидит но которые вы неприятные которые вас не любит будет так говорить живя в одной квартире со свекровью вы идеальных отношений не построить и на мой взгляд это невозможно поэтому вам мой совет как можно быстрее съехать на свою квартиру в отдельно пусть это будет маленькая желе пусть это будет одна комната там вы будете хозяйка и знаете просите мужа знаете как не ставьте ему условия не топчите ногой не бейте кулаком по столу не стелите спокойно когда он хорошем настроении да у него что-то там очередной на работе сложилось что-то получилось спокойно вы ему говорите милый любимый как было бы хорошо если мы жили бы отдельно я могла приустроить там романтический ужин со всеми вытекающими и так далее ну сладко сладко нужно это все говорить не с какими знаете требующими такими нотками не нужно не ставьте ультиматумы или я или мама вот этого всего чтоб не было потому что мужчины не любят такой и чаще всего они выберут маму потому что мама это мама если мне тоже например у мужчина поставить такое условие пошли того мужчина к черту выберу всегда маму поэтому стелите мягко начинаете издалека любимый хороший милый знаете нужно рассказывать ему такие моменты о вашей совместной жизни которые бы у вас были если вы жили отдельно как бы вам было бы чтобы ему тоже это нравилось но лучше вас к мужа никто не знает поэтому только вы знаете подход с мужем так дальше идем наталья доведен доведенка пишет не обижайтесь пожалуйста на мой вопрос но мне просто любопытно вот вы не работаете не учитесь о доходах мужа ничего не знаете вам уже в районе 40 40 лет и муж может подыскать девушку помоложе вскоре как и случилось моей подругой которая тоже была замужем за турком и он ее бросил после шести лет совместной жизни нашел другую хотя они жили превосходно но захотелось другой турки влюбчивые по природе но мои подруги ситуации по надежней но моей подруги ситуации по надежнее а так как она пошла учиться в универ еще живя с турком ей немного за 30 лет было когда они развелись вы не волнуйтесь о своей незащищенности в будущем почему не подкрепляете свои твы никак прожигаем такое продуктивное время жизни впустую не обижайтесь на вопрос просто мне не совсем понятно жизненная позиция женщин которые совсем не думают о будущем когда случается непредвиденное очень сокрушаются о прошлом почему почему не думает о будущем удачи вам и защищенности в жизни наталья почему вы думаете что я доходов своего мужа вообще ничего не знаю я знаю о доходах своего мужа но конечно я не знаю копейка в копейку сколько зарабатывает мой муж мне это и не нужно в общем я конечно имею представление откуда идет доход и куда идет расход это все я имею представление я не до такой степени как говорится не интересуюсь финансовым положением нашей семьи дальше муж может подыскать помоложе так моему мужу сейчас 49 лет мне 38 знаете вероятность того что мой муж найдет помоложе чем я намного меньше вероятности что я найду моложе чем мой муж и успешней чем мы уже выйду замуж намного быстрее это вероятность больше поэтому я по этому поводу не переживаю но не переживание за не из-за того что я такая прекрасная найду быстрее мужа чем мой супруг нет не из-за этого не переживай а не переживая потому что моему мужу такая женщина абсолютно не нужно потому что я его полностью устраиваем и это я знаю вот я не могу это объяснить но но вот так вот я уверена в этом не знаете наталья у меня так сложилось что мужчины поклонники кавалеры в моей жизни от меня никогда не уходили никогда не отказывались может быть поэтому у меня такая самоуверенность что я настолько уверен на себе как женщине но так как в моей жизни такого не было чтобы меня бросали поэтому вот я уверена что такое со не произойдет дальше вы не волнуйтесь о своей незащищенности в будущем почему не подкрепляете свои ты вы никак прожигает такое продуктивное время в жизни пустую не подкрепляю свои ты вы вы об этом тоже не можете точно знать потому что знаете в турции это женщина замужем все что имеет мой муж все совместно нажитое имущество мы можем потом делись пополам я могу подать в суд не дай аллах конечно и все что приобретено во время совместного проживания во время брака официального спокойно я могу на это претендовать во первых во вторых если мой муж найдет какую-то там себе девочку помоложе меня и захочет уйти меня как бросить мне ничего не будет стоить суде доказать что он мне изменил и вообще я его оставлю без штанов понимаете а поэтому с этой стороны как бы меня страха нет и вы наталья не можете жить не можете точно знать все наши финансы финансово как бы финансово состоянии нашей семьи вы не переживайте моего мужа есть ни одна квартира который если что-то вдруг произойдет я могу спокойно на это претендовать поэтому с этой стороны я не переживаю еще не переживаю потому что как-то до знакомства со своим мужем я жила уже прекрасно без него без его обеспечения и жила знаете не хуже чем сейчас даже можно сказать какие-то моменты лучше в моей жизни я проживала потом я не переживаю вообще я такой человек я решаю проблему по мере поступления так не обижаетесь на образ просто ну все вроде я когда случается непредвиденно очень сокрушается о прошлом почему почему они думают о будущем никогда не сокрушаются прошлом никогда не хватает за голову него почему я сделала так почему я не сделала не так и вообще жизни не паникер что-то случилось я буду сидеть и думать как решить эту проблему и как бы до сих пор у меня всегда это получалось поэтому не переживаю я может быть от того что я не переживаю мне в жизни все так складывается не знаю я не заморочить единственное о чем я переживаю свою жизнь и единственное за что я всегда думаю это здоровье это здоровье если у них хоть какая-то что-то мелочи где-то заболит вот да вот об этом не буду думать накручивать себя пока я не пойду к врачу пока я не выясню что это я себе место не найду думать о материальном что вот влагах нет я за это никогда не переживала еще ответила наталья на ваш вопрос тоже кстати он был давно и я вот никак никогда него не добиралась все мои хорошие на этом я закрываю свое видео если вам понравилось свое видео с не забываем ставить пальчик вверху мне будет приятно конечно же кому же неприятно всем желаю всего самого хорошего так как весна на дворе все цветет и пахнет пусть вашей души тоже будет весна пока пока